Незрячий мальчик с волшебным голосом. Так называют Даниила Хачатурова, все, кто с ним знаком. Юному музыканту 12 лет. В три месяца он заболел раком сетчатки, были поражены оба глаза. Мальчику провели четыре сложных операции. Он прошел 17 курсов химиотерапии. Усилиями самарских врачей Даниил смог победить онкологию, но зрение было потеряно навсегда. Вопреки всем трудностям, мальчик живет полноценной жизнью. Мне нравится играть в шахматы с друзьями, плавать, кататься на самокате и гироскупере. Встречаясь с интересными фактами, я пишу о них стихи и сочиняю музыку. Даниил Хачатуров учится в двух музыкальных школах, изучает английский и китайский, поет на разных языках. В его репертуаре 10 песен собственного сочинения. С одной из них Даниила решил отправиться на отборочный этап детского Евровидения. Я не волнуюсь, я уверена в себе. И я думаю, что сейчас мне очень важна поддержка моего города, который меня уже и так хорошо поддерживает, и моих семьяков. Это, конечно, большая ответственность, большая честь. Но для нас большое счастье, что мы попадали в десятку именно с авторской песней, потому что Даня полностью сочинил песни сам. Сейчас самарский певец учит хореографию, каждый день ходит на репетиции и верит в свою победу. В польсках счастья мы ходим по кругу, часто не видя улыбок друг друга. Уже 24 сентября пройдет финал отборочного тура по России, где станет известно, кто из 10 юных исполнителей отправится представлять Россию в Польше 24 ноября. У слушателей есть возможность самим выбрать певца. Для этого нужно отдать свой голос на официальном сайте детского Евровидения. Я мечтаю, чтобы в мире был мир, чтобы сейчас дети, которые болеют, чтобы они быстро выглядели, чтобы нигде не было войны, чтобы люди всегда выходили в общий язык и понимали друг друга, потому что мы одна планета и мы один организм. Мэри Елчан, Дмитрий Мешканцов, События.